Летние каникулы – время отдыха школьников, но порой и серьезных травм. По статистике, в травматологические пункты в летний сезон дети попадают намного чаще, чем в учебный год. А для некоторых больницы становятся местом проведения каникул. Главная задача родителей – предупредить возможную трагедию. В этом году, как никогда, у нас выросли показатели детского травматизма. И что особенно хочется сказать, и настораживает это, что детский травматизм, показатели именно, идут на уровне бытового. Эти случаи получены детьми дома, на домашних строящихся объектах. Дети, два случая у нас, когда ребенок упал в саду. Специалисты предлагают решение – лагерь дневного пребывания. Там дети занимаются спортом, ходят на море, играют в развивающие игры. И все это под присмотром опытных воспитателей. Ведь занятость детей – это основная профилактика детского травматизма. У нас идет оздоровление детей с хронической патологией на базе нашей больницы детской. Будет проходить оздоровление детей с хронической патологией также на базе образовательных учреждений. Это лагеря дневного пребывания при школах. Будут работать лагеря трудовые, лагеря развития культуры, спорта и так далее. То есть есть куда родителям обратиться. Если правильно ребенку поставить задачи, если его сориентировать на здоровый образ жизни, на плановые все наши мероприятия по летнему оздоровлению, настроить его на посещение лагеря детского, дневной площадки при школе, настроить его на расширение его кругозора в летний период культурно всех массовых мероприятий. Я уверена, что показатели детского травматизма у нас снизятся. И наши детки завершат наш летний оздоровительный период здоровыми, успешными и войдут с прекрасными показателями уже в новый учебный год.